Здравствуйте! В эфире телекомпания Обнинск ТВ Новости. В студии Дарья Человекова и Ильхам Нигматуллин. Сегодня в выпуске. Въезд запрещен. Почему на лыжи роллерную трассу ограничили доступ велосипедистам? Купил по акции. Еще один пожилой житель Наукограда стал жертвой мошенника, предложившего доверчивому пенсионеру приобрести со скидкой новую стиральную машину. Наши победили. Юные хоккеисты из Обнинска завоевали Кубок Росатома. А теперь подробнее об этих и других событиях города и региона. Совсем недавно стало известно, что военный городок Митяева, или как его еще называют на Рафаминск-11 и Боровск-1, будет передан под юрисдикцию Калужской области. Впрочем, территориально он всегда находился на земле Боровского района. Только вот у жителей военного городка регистрация была московская. Но теперь из-за предстоящих перемен горожанам придется менять столичную прописку на Калужскую. Чего, как показал опрос, они совсем не желают. В ситуации разбиралась Анастасия Вичкаева. Военный городок Митяева, территориально находящийся в Боровском районе, всегда считался городом Московской области и принадлежал Министерству обороны. То, что было сделано в Министерстве обороны, вот эта компания «Славянка», которая какое-то время выполняла эти функции, на сегодняшний день, на мой взгляд, работает очень неудовлетворительно. Да, и состоялось постановление правительства Российской Федерации о передаче военного городка, самой территории именно жилого городка, муниципальной власти. На сегодняшний день в военном городке проживают чуть более полутора тысяч человек. И живут они не в лучших условиях. Наверное, самый новый жилой дом в этом городке был построен, по-моему, если мне память не изменяет, в 1971 году прошлого века. Действительно, жилой фонд подизносился, коммуникации подизносились, очистные сооружения пришли в негодность. Также в плачевном состоянии находится детский сад, дворец культуры. Беспокоят жителей качество дорог. Теперь же предполагается, что Нарафаминск-11 войдет в состав сельского поселения деревни Савьяки. И решать городские проблемы будут уже власти Боровского района. О серьезных финансовых затратах, которые ждут, я думаю, и Боровский район, и, наверное, Калужскую область, это все совершенно непросто. Собственно говоря, капитальный ремонт только детского сада по нашим скромным подсчетам где-то 35-38 миллионов рублей. Деньги на капитальный ремонт митяевских объектов будут предусмотрены в бюджете Боровского района только на 2017 год. А прописку жителям менять нужно будет уже после подписания акта о передаче военного городка в собственность Калужской области. На совместной встрече жителей Нарафаминска-11 и представителей органов власти Боровского района митяевцы выразили нежелание менять московскую прописку на Калужскую. Что касается различных социальных выплат, оказания услуг в области здравоохранения, пенсионного обеспечения и так далее, на сегодняшний день это все делается по месту регистрации. Раз регистрация Нарафаминска-11, естественно, жители пользуются услугами Нарафаминского района. Несмотря на то, что жители военного городка лишатся уровня столичных льгот, власти Боровского района уверяют, что жить они станут только лучше. Как говорится, перейдут жить в Калужскую область, они больше приобретут, чем потеряют. Жители этого городка военного в перспективе, когда это все дело будет, как говорится, передано, когда люди поменяют свое место жительства. Я имею в виду, пускай немножко и формально, то есть отметку в паспорте. Глава Боровского района пока не торопится давать обещаний по поводу будущих перемен в военном городке. Переход города под крылок Калужского региона еще находится на уровне межевания. И в текущем году жителям не стоит ждать каких-либо кардинальных изменений. Анастасия Вечкаева, Олег Логинов, телекомпания Обнинск ТВ. 10 мая в подразделение ОМВД Калужской области поступило 614 сообщений. Из них 38 о преступлениях. Было зарегистрировано 3 факта мошеннических действий, 2 случая грабежа и 19 краж чужого имущества. В течение дежурных суток сотрудниками полиции было раскрыто 16 преступлений. Обнинцы и прежде всего пенсионеры в последнее время все чаще становятся жертвами мошенников. Мошенничество в отношении пожилых людей явление отнюдь не новое, но весьма распространенное. В минувший вторник пожилой житель Наукограда стал жертвой мошенника. Средь бела дня к доверчивому пенсионеру подошел мужчина с заманчивым предложением купить по акции новую стиральную машину. Дедушка по просьбе незнакомца отдал ему пенсионное удостоверение. Мужчина, взяв документ, зашел в здание сетевого продуктового магазина, а через некоторое время вернулся с поддельным договором на якобы льготное приобретение бытовой техники. Взял деньги в размере 7,5 тысяч рублей, сказал, что стиральную машину в магазине уже готовят к передаче покупателю и скрылся. Как позже выяснилось, пожилой мужчина попался на удочку злоумышленника и никакой бытовой техники в здании супермаркета не было. На данный момент полицейский проводит проверку по данному факту. Этим же днем в полицию обратился еще один житель Наукограда. Владельцу дачного участка, расположенного в Санта-Березка, позвонил сосед и сообщил, что на его территории орудуют охотники за дачными ценностями. Пожилой мужчина незамедлительно отправился на участок вместе с сотрудниками правоохранительных органов. На месте инцидента прибывшие обнаружили следы проникновения на территорию. Забор был поврежден, а под ним лежал металлолом, который похитители уже готовили к погрузке. За подозрив неладное, злоумышленники успели покинуть место происшествия. А 7 мая владельцев одной из квартир на проспекте Ленина, вернувшихся с дачи, ждал неприятный сюрприз. Хозяева обнаружили, что с площадки между третьими и четвертыми этажами пропал велосипед. Что удивительно, спортивный инвентарь был пристегнут тросиком гаватарей и еще одному велосипеду. Но злоумышленник был избирателен. По словам потерпевших, велосипед они приобретали ровно пять лет назад. Общую сумму ущерба они оценили в 5000 рублей. Кому приглянулось двухколесное средство передвижения, сейчас выясняют полицейские. ОМВД России по городу Обнинску просит горожан оказать помощь в установлении личности граждан, изображенных на данных фотографиях. Большой популярностью среди спортсменов и просто любителей активного отдыха в Нокограде пользуется лыжероллерная трасса. Недавно на любимом горожанами месте прогулок была установлена табличка, запрещающая заходить на спортивный объект определенным категориям граждан. Подробнее о том, кому и по каким причинам нельзя посещать трассу, расскажет наш корреспондент Евгений Борода. Обнинская лыжероллерная трасса – это уникальный спортивный объект, благодаря которому у местных лыжников-велосипедистов-роллеров появилось больше возможностей. Теперь в нашем городе проводятся и спортивные мероприятия высокого уровня. Уже в конце мая здесь состоится соревнование на Кубок России. 27, 28, 29 мая мы хотим здесь провести Кубок России по лыжероллерам. Основной состав – это один из главных стартов всероссийских. Кроме профессиональных спортсменов, зачастую сюда приезжают и велосипедисты-любители, а также мамы и папы с колясками. Трасса стала любимым местом для прогулок и свободного времяпрепровождения горожан. На въезде возле спортивного объекта был установлен знак, запрещающий выходить на дорожное покрытие велосипедистам, а также горожанам с колясками и животными. Запрещающий знак вызвал у некоторых обнинцев негодование. Однако, по мнению представителя Федерации лыжных гонок Обнинска, такие требования имеют объективное обоснование – необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Я хотел бы обратиться к родителям с колясками, с маленькими детками. Это ради вашей безопасности. Руллер не имеет тормозов, встречное движение – это очень опасно. И были прецеденты вот в Одинцово на роллерке, которые очень плачевные результаты. Мы не хотели бы, чтобы на нашем замечательном спортивном сооружении такое повторялось. По мнению Константина Войтова, велосипедисты и любители могут пользоваться спортивным объектом при соблюдении определенных условий. Первое. Их квалификация, техническая подготовка велосипеда, шлем, очки, тормоза. И кроме того, видимо, должен быть определенный порядок поведения на лыжероллерке велосипедистов. Лыжероллерная трасса находится на балансе детско-юношеской спортивной школы «Квант», которая несет ответственность за безопасность жителей во время их пребывания на спортивном объекте. И установленный знак строго запрещает въезд велосипедистов на трассу. Евгения Борода, Николай Подлепалин, Обнинск ТВ В минувшие выходные в Наукограде прошел хоккейный турнир на Кубок Росатома. За главную награду бороли шестилетние спортсмены из атомных городов Нижнего Новгорода, Твери, Сарова и Клина. Однако победный кубок остался в Обнинске. Ребята из команды «Олимп-2009» отвоевали победу с подавляющим преимуществом. О заключительном дне соревнований и о том, станет ли хоккейный турнир ежегодной спортивной традицией, расскажет Екатерина Замахина. Финальный день турнира на Кубок Росатома. Накал страстей нарастает. Волнение юных спортсменов передается на трибуны. Обнинчанка Анастасия Гусарова в своем маленьком защитнике уверена. На льду ее старший сын уже не новичок. Вы не представляете, как я горжусь. У меня ребенок защитник, а защитники не очень часто забивают гол. Первый гол у нас был на прошлом турнире. Я радовалась. Вот просто до безобразия. Третья по счету игра между хоккейным клубом «Клин Кайман» и обнинской командой «Олимп-2009» стала определяющей. Гости из Подмосковья накануне победили обидчиков «Олимпа» – нижегородцев со счетом 4-2 и лидировали в турнире. Поединок получился сложным, но воля к победе у хозяев площадки оказалась на высоте. И олимповцы в заключительном периоде при счете 3-3 взвинтили темп, забросили две безответных шайбы и выиграли 5-3. Наблюдая за уверенной игрой своих подопечных, руководитель спортивной школы «Олимп» Станислав Лопухов говорит о важной роли шефства, которое над нашими хоккеистами взял физико-энергетический институт – сотрудники предприятия, родители игроков. «Огромная благодарность низкий поклон руководителю. Очень признательна за такую поддержку, потому что сегодняшняя ситуация для поддержки любому году очень необходима. Мы надеемся, что и в дальнейшем заинтересуем многие предприятия в таком же покровительстве других годов рождения». Завершающая встреча с аутсайдерами, хоккеистами Сарова, которая была главной интригой соревнований, стала лишь легкой прогулкой для наших игроков. 11-1 – подавляющее преимущество и победа. «Эх, два очка мы потеряли. Жалко, есть над чем работать. Значит, следующий турнир надо выигрывать в сухую. Как можно лучше, быстрее, интереснее. А вообще, на самом деле, конечно, очень рад. Очень рад, что хотя бы одна большая статуэтка останется в музее спорта города Обнинска». Первое место осталось за хозяевами соревнований команды «Олимп». Вторую строчку турнирной таблицы заняли спортсмены из Нижнего Новгорода. А бронзовый кубок увезла с собой подмосковная команда «Клинкайман». Лучшим защитником турнира был признан игрок Обнинского Олимпа Николай Жиганов. Заслуженные призы и награды ребятам вручали глава городского самоуправления Владимир Викулин, председатель калужского землячества Геннадий Скляр и генеральный директор ФИИ. По итогам соревнований Андрей Гавердовский сделал важное заявление. Отныне хоккейный турнир на кубок «Росатома» станет ежегодной традицией и будет проводиться в Обнинске в канун Дня Великой Победы. Екатерина Замахина, Николай Хнычков, Олег Логинов, Обнинск ТВ. И это все, о чем мы и наши коллеги хотели рассказать вам сегодня. Программа новостей выходит на нашем телеканале 5 раз в неделю по будням в 19.00. А мы прощаемся с вами до завтра. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова